Студия Disney впервые за свою 99-летнюю историю сняла мультфильм с главным персонажем Плюс Сайз. Примерно такие заголовки пестрелил около трех месяцев назад во всех модных СМИ, в Твиттере особенно горячей была эта тема. Люди разделились на два лагеря. Кто-то считает эту анимацию важной, полезной, великолепной, а кто-то считает, что Disney тупо подкатил к радикально настроенным либералам, которым обычно нечем заняться, кроме как придумывать проблемы. К слову, анимация входила в серию эксклюзивных арткометражек для Disney+, с некого аналога Нетфликса. И думаю, даже говорить не стоит, что на все остальные короткометражки всем было насрать. Обсуждалась только пухлая балерина из мульта под названием «Отражение». Кадры я оттуда, к сожалению, показывать не могу в России. Вообще трудно отыскать этот мульт, хоть как-то, даже с повязкой на глазу. Но и даже если бы я нашел, вряд ли бы смог вам показывать кадры оттуда. На ютубе я не нашел ничего подобного. Скорее всего, за авторские права Disney нормально так нагибает. Скажу сразу честно, у меня нет особо мнения по поводу того, что Disney сняли короткометражку про девочку, «Толстую девочку-балерину». В отличие от пользователей Твиттера, опять же, там эта тема висела на первом месте в тренде около полумесяца, насколько я помню. И давайте почитаем. Итак, человек пишет. «Как человек с дисморфофобией тела. Боюсь, что эта картина пронесет больше вреда, чем польза». Дальше женщина пишет. «Как женщина в теле я немножко обижена тем, что Disney впервые сделал девушку плюс сайза звездой фильма и посвятили полностью этот фильм ее телу. Это не поднимает настроение и не обнадеживает. У нас вообще есть что-то большее, чем наше тело». Другой комментарий. «Пожалуйста, дайте мне толстую девушку, отправляющуюся в приключения, без того, чтобы ее ебаный размер тела был всем смыслом истории». Ну и еще. «Почему у нас не может быть диснеевских героинь больших размеров без того, чтобы вся сюжетка была посвящена ее весу?» Да, вы все правильно поняли. Анимация идет всего 6 минут. И все эти 6 минут Disney решили посвятить вот как раз таки весу этой девочке, у которой проблемы с весом. Она видит свое тело в отражении, и у нее возникают страхи и сомнения, но после она их преодолевает. И история, думаю, сама по себе, не несет прям вред, как пытаются отметить некоторые. Тут скорее недовольство в контексте. Disney впервые снимает фильм с толстушкой в главной роли. И тут все в итоге про тело. Для кого-то это выглядит как попытка студий извлечь выгоду, стать лояльными для людей бодипозитивного движения. И все, никакой искренности. И скорее всего, так как анимация не полнометражная, а всего 6-минутная, думаю, возможно, так оно и было. А если судить по скоренам, то анимация еще и какая-то блеклая. Ну, в том плане, что героиня какой-то... Лично для меня черновой набросок. А чисто на аутсорс закинули абсолютно незапоминающиеся. И винить компанию в том, что она якобы пытается угодить повестке, конечно, можно. Но гнать на историю, где толстая девочка пытается принять себя, тут для меня спорно. С одной стороны, да, я понимаю, что зациканность на проблеме не всегда может помочь решить эту проблему. Может, и неплохо было бы делать побольше приключенческих картин с толстыми героями в главной роли, который не думает о своем весе. Но, с другой стороны, анимация лишь отражение реальности. Ну, типа, с какой борцы за социальную справедливость решили, что ребенок в толстом теле не должен думать о своем теле? Мы прямо сейчас живем в то время, когда на таких людей смотрят презрительно, неодобрительно и насмешливо. И кто-то скажет, что таким поведением мы мотивируем людей похудеть, но не думаю. Поверьте мне, как человеку, который весил 140 килограмм, это не мотивирует, а травмирует. Вернее, мотивацию я, конечно, нашел в этом, потому что иначе как бы я сбросил 55 килограмм, но даже сбросив эти 55 килограмм и переведя себя в нормальное состояние, в нормальное тело, я все равно его не принимаю. Ну, то есть, мне в нем некомфортно по сей день. То есть, да, у меня все равно по-прежнему осталась скованность. Если бы я не проработал это с психологом, со специалистом, скорее всего, все так бы я и вещал за кадром вам свои вот эти вот какие-то приколы. И забавно, кстати, то, что я даже не за этим-то обращался, обратился я, я не помню, мне просто, наверное, было интересно, ну, то есть, всегда было интересно, как это работает. Поэтому лично у меня получилось так, что это был эксперимент, который получился очень удачным. Я уже больше года занимаюсь с психологом, и мне нравится, потому что я очень по-другому стал смотреть на те вещи, которые я мог, которые раньше загоняли меня в стресс, напряжение и так далее, может быть, которые меня расстраивали. Я думаю, у многих людей есть такие вещи, особенно после февраля прошлого года. Я думаю, что стресса в жизни каждого из вас, ну, достаточно. Даже несмотря на то, что уже год, получается, прошел с того момента, почти год прошел. Думаю, все равно многие ребята сталкиваются с неопределенностью, со страхом будущего. И чтобы попытаться избавиться от этого, я вам советую обратиться к сервису Ясно. Именно тут я и подобрал себе психолога. Мне на тот момент было это очень удобно, так как я... Неопределенное место жительства у меня было. Я за последний год как раз-таки очень частенько переезжал. Те, кто сидят в Телеграме, те знают. И мне этот формат оказался очень даже по душе. Но шо мы все обо мне? Да, обо мне. Давайте я вам покажу, как здесь можно выбрать специалиста себе. Заходите первым делом на сайт. Вот так вот он выглядит. Дальше нажимаем «Выбрать психолога» и вводим свой номер телефона. Ну, а дальше обозначите пункты, которые подходят под то, что вас беспокоит. Ну и время, когда вам было бы удобно общаться. Уже после этого вам на выбор предложат ознакомиться со специалистами, наиболее для вас подходящими. У каждого из них вы увидите стаж работы, метод терапии, фотографию, иногда, если что, видео и описание. Выбирайте себе самого для вас привлекательного. Желательно, конечно, опираться не на внешность все-таки. Ну и все, ждете своего часа. Ну и тем более, это правда удобно, потому что не нужно тратить время на дорогу, не нужно тратить время, вернее, деньги на транспорт. Есть удобное у них еще и приложение для iOS и Android. Можете на веб-сайте с вебкой. А еще вы можете ввести мой промокод MysteryForce, который дает вам 20% скидку на первую сессию. Его вы можете ввести исключительно перед бронированием первой сессии, поэтому будьте особенно внимательны. Ну и желаю вам всем как можно проще справляться со своими проблемами. 43% американцев страдают ожирением по данным CDS. 78% смертей от кобицы были связаны с ожирением. Ожирение приводит к диабету, подагре, проблемами с суставами, артриту, болезням сердца. И теперь мы собираемся поощрять это еще больше. Великолепно. И вот в этом двоякой ситуации тоже трудно не согласиться. То есть я согласен, что мы не должны восхвалять ожирение ради движения за бодипозитив. Не должно все доноситься так, будто если вы весите 150 кг, то ну как бы все нормально, ничего в себе не меняйте. У вас наверняка нет из-за этого никаких проблем со здоровьем. Да и не будет. Это просто ваш внешний вид, не более. Бодипозитив он должен быть все-таки немножечко в другом. Например, показать, что женщина может выбирать брить ей волосы на своем теле или нет. Ведь если какому-то мужику не понравится это, у него тоже будет выбор. Позвать эту девушку на следующее свидание или нет. Жить ему с ней или нет. Уделить этому внимание в обзоре на ютубе или нет. Волосы на теле не мешают вашему здоровью. Поэтому не брейтесь, если по кайфу. Это и есть бодипозитив в позитивном его виде. Я сам, если что, не сторонник волос на женском теле. Но если у вас иное мнение, если вы не брейте подмыхи, будучи девушкой, я это принимаю, ни капли не осуждаю. Просто у меня такой вкус, скорее всего, как бы, ну, короче. У кого-то он другой. Опять же, это нормально. Мы не должны мыслить одним стандартом. У всех должен быть выбор, что ему делать со своим телом. Это не должно осуждаться. Но если эта вещь приводит к проблемам со здоровьем, которые впоследствии перегружают медицинские центры после очередной волны какого-нибудь нового вируса, это точно не должно поощряться, как минимум. И вот вам одна интересная история. Было это в 2017 году. Тогда в интернете поднялся шум из-за картины «Красные туфли и семь гномов». Догадайтесь где? Правильно, в Твиттере. Для анимации на киноконвенции выставили постеры, и там было написано «А что, если бы Белоснежка не была такой красивой?» И рядом с этим текстом вариант худой девушки и толстой. Все это как бы намекало на то, что если ты толстый, ты урод. И, конечно, интернет осудил это, да так, что картину пришлось отложить на два года. И эти два года сопровождались полной тишиной. О картине вообще ничего не было слышно. Собираются ее там выпускать или нет, никто не знал. Да и никому она особо не нужна уже была. Скажу сразу, это не Дисней, не Пиксар и даже не Дримворкс. Из производства Южная Корея занималась картиной студия под названием «Локус». Режиссер Сан Хо Ханг. Никто из вас его, наверное, не знает, так что черт его поймет, я вам это знать теперь. Так или иначе, для студии это был дебютный фильм. И этим фильмом они вроде как хотели заявить «Добрый вечер, мы тут умеем смотреть, какую анимацию крутую делать». Это, я говорю, без стеба даже. Анимация в итоге вышла неплохой. Им просто не повезло с маркетингом. Я думаю, планировался выход как раз на 2017 год. Но шума было столько, что да, лучше как бы съебать с глаз долой и не высовываться. Создатели ругали в бодишейминге, фэтшейминге, еще наверняка в каком-то шейминге. Постер оскорбительный, тут спору нет. И студия извинилась, сказав, что посыл мульта как раз в обратном. Он не о том, о чем подумали. Даже Хлоя Морец, которая озвучивала главную героиню, высказалась и написала, что это была ошибка дурака-маркетолога. Не было там этого посыла. Картина о другом. Но, знаете, мы теперь вряд ли узнаем, о чем там была эта картина, которая должна была выйти в 2017 году. Если заценить тизер и итоговый вариант, то мы увидим все-таки изменения. Например, Белоснежка в худой версии 2017 года была, как бы это, ну, более раскрепощенной, более вульгарной. Ну, не сказать штухой, но вы понимаете. А Гномы были с обычной человеческой кожей, а не зеленой. Так что хрена его знает, сколько еще изменений могло произойти с сюжетом. Возможно, он и правда был с тем посылом и подтекстом, на который намекал постер. А потом просто случилась хуевая рекламная кампания, и создатели все переделали. Об этом можно только гадать. Но давайте глянем, что из него вышло и как тут показан в итоге бодипозитив. Ведь теперь фильм именно об этом. Итак, это очевидно у нас иная интерпретация сказки. Примерно как Шрек со своим видением Пиноккио и прочего, так и тут. У нас есть Белоснежка, есть Гномы. Белоснежка по натуре своей толстая, а еще у нее есть батик, который женился на ведьме. У этой ведьмы есть волшебное дерево, плоды которого это яблоки. Но яблоки не простые, а те, которые превращаются в туфли. Но в туфли не простые, а в те, которые одаряют носящего их бессмертием и вечной молодостью. После отец Белоснежки пропадает без вести, а она однажды ночью находит это самое дерево и убегает с туфлями на поиски отца. Ведьма, конечно же, видит пропажу и отсылает своих шестерок на поиски, при этом не зная, кто именно их спи***л. Ну а еще нам показывают семерых гномов, которые тоже гномами изначально не были, они так-то люди, но не обычные, а со сверхспособностями, защитники типа. Ну а гномами их, собственно, и сделала ведьма. Правда, на этом прикол не кончается. У их проклятия есть такая фишка, что когда их кто-то видит из их семерых, они гномы, а когда они наедине, они люди. Много шуток на этом построено, и это прикольно, но ближе к сути. Главный из гномов, тот, который, ну, самый типа крутой, это Мерлин. Он одержим вернуть себя прежнего, ему в том теле давали все бабы, потому понять его все-таки можно. И вот гномы встречают красную туфельку, а.к. Белоснежку, они в шоке от ее красоты, они, естественно, не в курсе, что она под заклинанием. Как и все в этом мире люди. А еще они, кстати, знают, что если поцелует их красавица, то их чары спадут. А у этой как раз проблемы с отцом, того надо найти, так что можно помочь, и поцелуй наверняка обеспечен. Вот и получается, что весь сюжет построен на поиске отца. Белоснежка отправляется на его поиски, а ей потом попадаются эти гномы, которые решают помочь ей. Ну, а она, в свою очередь, решает, что помогать они ей вздумали лишь потому, что она красивая. Что как бы не лишено правды. Чуваки озабочены только тем, как бы пихнуть в нее свои языки. Есть еще сцены, где к Белоснежке и правда относятся так себе, и лишь потому, что она там толстая. В этом контексте это лишь добавляет нам, как зрителю, понимание, почему Белоснежка выбирает скрываться за фальшивым образом. Почему не хочет показывать себя настоящей. При этом нам также показывают, что она любит себя, любит свое тело, но замечая, как обращаются к ней по-другому, лишь потому она худея. Она делает выбор в сторону лжи. Поэтому это все приводит нас к тому, что у нас есть героиня, красивая внутри, но не такая красивая снаружи, если брать реальный облик. А есть красивые снаружи семь суперменов, которые внутри с гнильцой. И тут потом будет сцена, где Марлин целует Белоснежку, красивую Белоснежку, но проклятие не спадает. А в конце он поцелует ее настоящую, без туфлей. Он признает любовь к ней как к личности, для него она становится самым красивым человеком. И когда происходит это признание, чары спадают. И да, вот она ирония. В этом фильме есть по-настоящему здоровое послание с упором на принятие себя в любом виде и принятие других людей в любом виде. Но эта история по итогу была очернена ужасной рекламой, что, к слову, не позволило картине даже окупиться. Хотя, опять же, быть может, смысл до этой рекламы тут был иным, хуй его знает. Кстати, насчет дел. У меня на Бусте вышел ролик о цензуре в анимациях, о том, как над Сэнди из Губки Боба поиздевались в мусульманских странах, о том, как над Евой из Валя поиздевались в тех же странах. А еще там на неделе выйдет подкаст, где я поделюсь своей историей похудения и проблемами, которые из этого вытекали. Поэтому буду рад, если подпишетесь. Это меня очень выручает и помогает продолжать делать контент дальше. И делать его лучше. Короче, мне кажется, дабы правильно доносить посыл Боди Позитива, студии должны как минимум прекратить создавать толстых героев либо злодеями, либо неудачниками. Вы, если сейчас поднапряжетесь и попробуете вспомнить толстых персонажей на экране, то это чаще всего друг какого-то более успешного, примерно во всем героя. Обычно он попадает в смешные ситуации и вам с него смешно. Вырабатывается ложное общественное мнение, дескать, толстый человек это всегда ленивый, глупый неудачник. Такой персонаж настолько часто встречается во всяких там фильмах, что он уже стал сценарным шаблоном. Просто добавь нелепого толстяка и вот тебе уже десяток шуток напрашивается. Ахуенно, особенно когда делаешь комедию. Есть интересный пример из сериала Друзья, к которому я отношусь двояко, к этому примеру, не к сериалу. Кто не знает, это главный ситком 90-х про шестерых друзей, которые тусуются вместе и... Ну и все, что еще для ситкома надо? И там вот есть героиня по имени Моника. В детстве она была толстая и однажды друзья находят кассету с фрагментами, где она толстая. Они начинают угорать с этого и нам как бы в итоге доносится посыл. Будешь толстым, над тобой будут смеяться даже твои друзья. Посыл, наверное, неприятный. Но с другой стороны, это просто отражение реальности, как мне кажется. В жизни, думаю, все бы поугарали над своим худым другом, который был раньше толстым. Поэтому двояко. Поэтому я не знаю, как эта проблема должна решаться. Ну, сложно сказать, что нам прям нужны картины про героинь с лишним весом, которая вечно отправляется в путешествие и не думает о своем весе. Проблема ожирения все-таки одна из главных проблем 21 века. Только за последние 40 лет, по данным Всемирной организации здравоохранения, людей с ожирением стало в 3 раза больше. И смех над такими людьми не поможет. Что поможет, так это обучение детей с раннего возраста в садике и школе основам питания правильного. То есть, думаю, самая популярная причина ожирения это тупо необразованность в пищевых привычках, непонимание, как работают продукты. Плюс можно добавить, конечно же, экономический фактор. То есть, самая вкусная и самая вредная еда обычно дешевле полезной и она проще в употреблении. Это называется фастфуд. И это не только бургеры и пиццы, но и любая, в принципе, выпечка, которую школьники не вынимают изо рта на переменах. Ну, если, конечно, вейпом уже рот не заняли. У нас почему-то обычно знания о питании до людей доходят, когда они становятся взрослыми. А до этого ребенку просто могут сказать, ешь на утро кашу, это полезно. Это больше похоже на дрессировку. То есть, навалить кашу в тарелку и сказать, что это надо по утрам, потому что это полезно. То есть, нужно объяснять, почему полезно. Что такое сложные углеводы, почему они помогают чувствовать себя хорошо на протяжении дня. И почему простые углеводы могут навредить. А еще, почему вечером уже не нужно кашу, нужно курочку. Что такое белок, как кожа и волосы будут выглядеть, если ребенок будет потреблять белок, а не чипсы. Еще раз говорю, можете побольше моей личной истории похудения послушать с советами, подписавшись на Boosty, ну или в платный телеграм. Там я выложу подкаст. Ну, а на этом все. Надеюсь, вам понравился ролик. Буду ждать ваши комментарии. А еще буду ждать вашу подписку на паблик ВК. Туда я тоже буду постить все видео, дублировать. Плюс, может быть, какой-то эксклюзивный контент. Есть какое-то, короче, жесткое опасение, что это последний год Ютуба в РФ. Поэтому лучше подстраховаться нам и не терять друг друга. Ну и будьте добрее друг к другу. Это, наверное, основной посыл ролика. Всем удачи и пока.